Илья Несходовский, экономический эксперт. Илья, рада видеть. Здравствуйте. Добрый день. Ну, действительно, даже многие, вот я посмотрела заголовки, многие называют санкционный нокаут от Соединенных Штатов Америки. Насколько это стало нокаутом, мы сейчас с вами также обсудим, да, и поговорим об этом. Я немножко тут для себя собрала такие, знаете, общие мнения, на самом деле, что же происходит. И действительно, большинство экономистов, даже вот российские аналитики, я смотрю, правда, те, кто выехали из России, вот что пишут. Теперь по-настоящему сильный удар по финансовой системе России. Введены санкции против Московской биржи и ряда других расчетных центров. Мосбиржа объявляет о прекращении завтрашнего дня торгами долларом евро. Теперь легально купить валюту станет еще более проблематично. То есть можно, но теперь уже за совсем другую комиссию и не в России. Что же тогда, я не говорю, что произошло с Мосбиржей, не спрашиваю, и так это понятно. Но вот то, что помимо Мосбиржи, Сбербанка, крупнейшие обмены фактически об страны, то, что попало сейчас в постсанкционный удар со стороны Соединенных Штатов Америки, возможно, это как раз вот те ограничительные меры, которые были крайне необходимы, о которых, возможно, мы меньше говорили на наших эфирах. Но те меры, которые действительно сейчас могут привести к тому, что экономика Российской Федерации, которая и до этого очень сильно изменилась в своей структуре из-за тех санкций, которые и были, и уже работали достаточно серьезно. Но сейчас это будет, скажем так, ну не то чтобы последним ударом, но очень серьезным ударом, который приведет к еще более глобальным изменениям. Ну это точно не последний удар, потому что все-таки даже несмотря на то, что Московская биржа не будет работать, то остается возможность обмена валют через банки, но это опять абсолютно правильно вы сказали, это усложняется, это увеличивается комиссия, это расчеты становятся все более и более сложные, а, соответственно, транзакционные расходы растут на осуществление любых операций и, соответственно, уменьшает маржинальность, уменьшает доходность любых операций, которые будут осуществляться на территории России с внешними рынками. И, соответственно, это довольно-таки негативно повлияет в целом на российскую экономику. Тем более, опять же, действительно, если они переключаются полностью на юань, то возникает вопрос, юань не есть мировой валютой. Юань принимает только Китай. Отдельные очень страны, где есть отдельные соглашения, но это очень, это отдельные страны Африки, это явно не те страны, которые играют большую роль в мировых расчетах. Что это означает? Это означает, что транзакция будет в юань, из юаня в доллар. Возникает вопрос, позволит ли США осуществлять такие переводы из юаня в доллар для осуществления расчетов за российские товары или наоборот, чтобы Россия имела возможность получить соответствующую какую-то валюту. Дальше потом вопрос, как дальше идет, будет идти эта транзакция, какие еще страны будут задействованы для того, чтобы прикрыть эту операцию. Соответственно, это сильный удар, даже можно сказать нокаут, но не убивает российскую экономику полностью, потому что все-таки на сегодняшний день она переключилась на китайские рынки, и китайские рынки дают им возможность покупать как импорт, так и, соответственно, экспортировать свою продукцию. Но возникает вопрос, например, с тем же самой Индией. И уже с Индией были проблемы расчеты за нефть, как дальше будут двигаться валюты. То есть у них была несколько месяцев приостановка, потому что невозможно было осуществить нормальный расчет за нефть, которую покупала Индия. Теперь возникает вопрос вообще, как это будет происходить. И еще один такой момент. Компании, международные компании, которые остались работать на территории России, возникает вопрос, а как вы будете назад получать свои деньги за поставленную продукцию? Почему? Потому что теперь возникает вопрос. Илья, а как это может выглядеть? А как это тогда? Есть у вас варианты, как это? Вот с Индией, в частности, как могут тогда происходить эти расчеты? Какие могут быть варианты тогда? Ну, теперь будет сложная цепочка. То есть если раньше были индийские рупии, которые многие невозможно было вывести, Ну, Индия поставляла какую-то продукцию в другие страны, там переводилась в Объединенных Арабских Эмиратов, потом, соответственно, с Объединенных Арабских Эмиратов использовалась еще какая-то страна-посредник, там, например, страны бывшего Советского Союза, дальше потом перечислилась из этих стран, опять же, территория уже в Россию. То есть это очень долгий такой путь. Но возникает вопрос, а в чем же тогда придет валюта? Почему? Потому что китайский юань, как он будет проходить? Если доллар приходит, например, то возникает вопрос, как вы будете его обменивать и как будет осуществляться? Ну, чтобы было понятно, был единый рынок, единое место, где все покупцы и те, кто продает валюту, приходили и осуществляли обмен. Теперь у нас в России осуществляется множество, десятки локальных рынков, и на этих локальных рынках уже не будет того выранивания, которое происходило на одном глобальном рынке. Почему? Потому что в каком-то банке преобладают импортеры, в каком-то банке преобладают экспортеры, ты хочешь купить в своем банке, и, соответственно, ты должен в этом случае, а у продавцов нету, то ты будешь покупать по высшей цене, по высшему курсу, чем сейчас. Почему? Потому что количество продавцов, например, у тебя только на 10 миллионов долларов, а покупатели на 100 миллионов долларов. Соответственно, тот, кто продает валюту, он будет предлагать дороже. Дальше будет осуществляться, ты должен для того, чтобы понять, где тебе выгоднее купить-продать, у тебя будут счета сразу в десятки банков. Ты будешь пытаться получить инсайдерскую информацию относительно того, где же будут на следующий день продавать эту валюту. Туда перекидывать, соответственно, деньги свои, на этот счет, это, опять же, расходы. Потом на эти деньги покупать валюты, и потом, соответственно, расплачиваться этой валютой за тот товар, который ты покупаешь. Ну, я не знаю, очень сложные расчеты, очень сложные операции. И плюс еще один такой момент, что теперь курс, для того, чтобы мы не обманывались, сказали, что курс будет фактически устанавливаться самим Центробанком России. Поэтому теперь он может установить любой курс, хоть 80, хоть 60, хоть даже 1 рубль за 1 доллар. И никто-то не проверит. Рынка нету. Вы не видите, по какому курсу кто-то покупает и продает. То есть устанавливается курс даже, например, 1 рубль, 1 доллар, но купить вы сможете только за 200 рублей за доллар. Поэтому хаос, абсолютное непонимание, как будут осуществляться расчеты. Как вариант еще, возможно, эти расчеты будут осуществляться с помощью криптовалюты. Но, опять же, далеко не все страны, это же не то, что единицы стран, которые готовы принимать криптовалюту для того, чтобы рассчитываться за что-то. Соответственно, это тоже маловероятно, что сработает. При этом отработают американцы, отработают Европейский союз и ведут санкции по отношению к тем криптовалютам, которые осуществляют такие операции. Илья, я не сторонник, да, очень многие, да, бывают, говорят, вот, если бы когда-то, два года назад приняли, кто-то может сказать, вот если бы в 2014-м еще приняли после аннексии Крыма, и было такое решение в отношении той же Мосбиржи, как мы сегодня говорим, и крупнейшего все-таки обменного хаба страны, и Сбербанка, и так далее, то, возможно, бы ситуация поменялась. Ну, наверняка невозможно так, с экономической точки зрения. Вот сегодня собрались, приняли решение, там, в частности, в Брюсселе или в Соединенных Штатах Америки, давайте там все ограничительные меры будут использованы в отношении, ну, в частности, там, секторальных каких-то направлений, секторальных санкций. Все это делается постепенно, хотя, конечно же, Украине, украинцам хотелось, чтобы это быстрее работало и привело к тому результату, для чего санкции все-таки вводились, а не просто так, да, для того, чтобы остановить военную машину Российской Федерации. Поэтому есть сегодня это решение, и оно действительно, возможно, кто-то скажет, запоздало и так далее. Ну, кто-то может, наоборот, с точки зрения экономической, сказать, что оно вот сейчас очень, да, выдержано очень правильно и необходимо именно здесь и сейчас. Как вы считаете, вот мы сейчас очень много говорим о Мосбирже, и, понятное дело, вы правильно сказали, что и криптовалюта, ну, я не знаю, какой там процент россиян имеет эту криптовалюту, но наверняка 99% как раз не имеют. Легче сказать, кто не имеет. Точно так же не все, да, пользуются услугами, извините, но Мосбиржи, они торгуют на бирже. Большинство россиян этого не делают. Если мы говорим о тех, кто сегодня здесь и сейчас входит в магазины, супермаркеты, кто приобретает там товары первой необходимости, то, что необходимо здесь и сейчас, насколько для них вот то, что происходит сегодня на Мосбирже, насколько ударяет сегодня по их кошельку это? Ну, а первый момент, это относительно того, что объемы внешней торговли уменьшатся. А, соответственно, количество товаров, импортных товаров, станет меньше. Чем меньше товаров, тем больше, соответственно, цена, если спрос остается на том же самом уровне. То есть инфляцию, будет толкать инфляцию. Второй момент, все вот эти вот увлечения стоимости транзакции, они в конце концов включаются в конечную цену для потребителя. И, соответственно, вам уже что-то будет продаваться не по 10 рублей, а, учитывая все эти транзакции, которые необходимо компенсировать, уже там по 15 рублей, для того, чтобы это было для тебя выгодно. Потому что, если ты что-то продаешь, и оно не покрывает все твои расходы, в том числе и нашление транзакций, то, соответственно, ты этим не занимаешься, потому что никто не будет работать себе в убыток. То есть для каждого россиян, даже если он не покупает доллар, не имеет соответствующие сбережения, нет такой возможности, но по нему ударит именно в части того, что продукты уже сейчас растут и очень сложно удерживать эти цены, но все равно это будет увеличение еще больше той цены. То есть даже если сейчас динамика, инфляция для них очень неблагоприятная, то есть она постоянно увеличивается, то она будет еще ускоряться. Соответственно, каждый, когда будет ходить в магазин, он будет платить за это решение. Потому что в любом товаре, даже тот товар, который считается российским, там даже хлеб, там есть составляющие именно импортные, и за них надо платить. Соответственно, это будет учитываться в цене. Поэтому в этом отношении они однозначно все почувствуют. Еще один момент, это касается внешней торговли. Если внешняя торговля, она будет уменьшаться, соответственно, доходы российского бюджета будут падать. И так как они будут падать, российский бюджет будет искать, на чем экономить. Экономить в первую очередь, учитывая немножко такую неадекватность относительно тех расходов, которые они осуществляют, они не будут экономить на войне. Они будут экономить именно на россиянинах. То есть путем уменьшения расходов на образование, уменьшения расходов на медицину, уменьшения или заморозки, просто даже если замораживать различные пенсии, социальные помощи, что в принципе сейчас и происходит, то это будет приводить к вашему уменьшению покупательной способности. То есть до этого вы могли купить на свою пенсию условных 500 буханок хлеба, то теперь вы купите только 450 буханок хлеба, для того чтобы понимать, как работает инфляция. Поэтому в этом отношении каждый заплатит за это решение, даже если вы считаете, что доллар абсолютно никак не влияет на вашу жизнь. Илья, вам огромное спасибо. Мы будем продолжать следить за этой темой, потому что действительно очень много вытекает из того, что ныне происходит. С вами обязательно увидимся, судим еще ряд экономических тем. Илья Несходовский, экономический эксперт, был с нами на связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.